Номер 555. События дня. Матфея 12.30. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. За 20 июня 2017 года. Антон Пьянке. Вы, братья, спорливы и ревностны в том, что немало не относятся ко спасению. Загляните в Писание. Эти истинные глаголы Духа Святого. Заметьте, что в них ничего несправедливого и превратного не написано. Вы не найдете, чтобы люди праведные были неизвергаемы людьми святыми. Были гонимы праведные, но не от беззаконных. Были заключаемы в темницу, но от нечестивых. Были побиваемы камнями от злодеев. Были убиваемы от порочных. Увлекшихся преступной завистью. Все эти страдания они перенесли со славою. Ибо что скажем, братья? Даниил, от Бога боязненных ли людей, был брошен в ров левинный? Даниила 6.16. А на Ниазарии Мессаил от чтителей ли благолепного и славного служения Всевышнему? Были ввержены в печь огненную? Даниила 3.20. Отнюдь нет. Кто же сделал это? Люди, порочные, полные всякого зла, дошли до такого неистовства, что святой и непорочной волей, служащей Богу, подвергли мучениям. Они не знали того, что Вышний есть заступник и защитник тех, которые с чистой совестью чтут все совершенное имя Его. Ему слава во веки веков. Аминь. А они, терпя во уповании, унаследовали славу и честь, и были превознесены Богом, и сделали достолюбезными в памяти их во веки веков. Аминь. Владимир Харин. Мир Вам. Прошу Ваших молитв, чтобы завтра у нас не было дождя, так как доделывая дом, а крыша открыта. С уважением, Владимир Харин. Да благословит Вас Господь. А уж как быть? У нас вот обещают одну погоду, аномальные, 40 градусов, ничего не делать в этот день. Я настоял на том, что поедем, будем делать. И все в понедельник сделали, никакой аномалии не было. Аномалия, как и разруха, она в душе, когда делаем не так. Ну и события. То есть я много не беру, потому что только утром можно посмотреть. Да и то на скоростях. Тут как-то съедают деньги, прям мгновенно только зайдешь, и в таком месте находимся. Вот. Показать наши ресурсы, если кто не знает, Пожалуйста, первое, самое любимое мною, это мой мир. Мой мир. Мейл.ру. Тут и почта, вверху к кистини 2. Мейл.ру можно найти. Кистини 2. Собачка. Мейл.ру. Вот здесь. Вот выставляю короткие, какие ролики, перетягивая с Ютуба. Второе. Это наш ленточный, как называется, форум. Форум выступает. Тут Чаплин, что кроме православия ничего нет. Севолод. Видишь, как что и коммунизм, это смертельное. А болезнь опасная. Никаких там церквей нет, а церковь одна. Ну, рассуждение-то правильное. Ну, где ж ты раньше-то всегда думаешь, где ты был? Почему ты ничего раньше-то не мог сказать? Это даже можно показать, где он это говорил. Сразу не подготовил. Вот. А вот оно и есть. Открываем. Морущак подбрасывает все. Молодец такой. Ну, и наш канал кое-что поставил. Сейчас отвезли. И там еще не успели поставить. Ничего нет. Поэтому, если не выставляю я даже событий дня, это значит, там не успевают. В другом месте. Ну, шесть роликов поставил. Занятие. Все-таки час, пять минут. Заинтересовались. Самое большое поставил. Это 19. Второй мостик. Глубина ныне. Вот это нашли. Вот события. Интересно. Я вчера поставил. Один день назад. Шестьсот. Двенадцать. Два. Отъезд из города и приезд. Вот. Шестьсот два. Да, люди. Отдельное проживание. Это шестьсот девять. Почему-то людей это заинтересовали. Ужин на новом месте. Пятьсот семьдесят четыре. Ну, махонькие такие цифры. Но это наши. Это конкретные клиенты, которые постоянно приходят. Почти ничего дальше и нету. Ну, и самый большой у нас это вот сайт. Православный библейский сайт. Здесь ответы. Четыре тысячи сто двадцать четыре. Разбиты на пятьдесят пять папок церков. Ну, вот некоторые беру уже не один день из папки «Война». О войне спрашиваются вопросы. Мне задавали это в милиции. Я вел занятия в университетах. Вопрос 2105. Восьмой том открытым оком. Как нужно вести себя на допросе? Какую тактику нужно избирать? Не дразнить собакой или так прямо и говорить все, что думаешь о безбожниках? Мой ответ. Это уж смотри сам, на что способен. Потому что можно избрать молчание, как Господь наш Христос молчал перед Пилатом. Или отвечать кротко. Или же со всей силой обречения. Марка 15.5. Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат явился. Так первомущик Стефан бросил в лесо жидам. И далее Деяние 7.51. Прочитайте. Жестаковые люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. И по житиям это прослеживается. Викентий 11 ноября. В допрос епископа и диакона гонителем христиан Датиан прежде всего спросил епископ, почему ты противишься царскому повелению и не поклоняешься нашим богам, а прославляешь какого-то Христа. Епископ давал ответы Датиану тихим голосом и скротостью, как бы показывая некую боязнь. Тогда дьякон Викентий, исполнившись Святого Духа, возгорелся ревностью о Боге и сказал своему епископу, зачем ты очень говоришь так тихо, как ты, как бы боясь, и отчего на лаяне этого пса не отвечаешь зерзновением. Исповедуй громким голосом силу Христову и свободно обличай и побеждай безумие сего лукавого человека, который хочет идти против Бога, своего Творца, даровавшего ему такую власть, и хочет подобающее Богу почитание воздавать бесам. «Ныне надлежит совершенно победить того дьявола, в коего многие люди, как немощного и трусливого, изгнали именем Христовым, и сокрушить главу змея сего». Датиан, услыхав все слова и видя, что Святой Дьякон Викентий ни во что считает всю его силу, власть и угрозы, сказал предстоящим «Уведите отсюда епископа, я побеседую с семьюным дьяконом». Если бы не выступил Дьякон, поясняю, то ситуация была бы вполне сходная, мог бы правитель отпустить их. Но Викентий повел себе дело и быстро, притом, только к мужчиническому венцу, что исполнилось. «Артемон, 13 апреля, 16 лет, отвечал Святой, я был чтецом в церкви моего Бога, 28 лет был диаконом. Читаемое Святое Евангелие, 33 года я носил пресвитерский сан, учая, наставляя с помощью Христовой людей на путь спасения, и теперь ты требуешь, чтобы я, подражая тебе, принес жертву бесу, находящемуся в бесчувственном идоле, но все-таки я хочу посмотреть твоего Бога, испытать силу его». «Может ли распятый с жидами иметь такую силу?» – усомнился Патрикий. Тогда Святой воскликнул, «Обезумевший от злобы, наследник ада и древний змей, ты уже слышал, так услыши еще, что силой моего Бога умерли ваши змеи». Видите, как, считал Святое Евангелие, а пресвитерский сан здесь, говорит, наставлял. То есть, не проповедовал диакона. Георгий Исповедник, 23 октября, апреля. «Диаклетян, и хотел бы я иметь тебя соправителем, вторым по чести в царстве моем, если бы ты только пожелал обратиться к Богам. Скажи же нам, что ты об этом думаешь?» Святой Георгий сказал, «О, царь, тебе сначала бы следовало проявить ко мне такую милость, а не мучить меня такими лютыми муками». Максим, 28 апреля. Святые отвечали, «Мы стоим за то, что сказал брат наш Максим. Он чтец в нашей католической церкви, хорошо понимает Священное Писание и знает, что нам полезно. А ты, пораженный бесовским безумием, не знаешь, что для тебя необходимо. Если бы ты пожелал послушать нас, то узрел бы свет». Климент, 25 ноября. Святой Климент ответил, «Молю твое благоразумие, послушай меня, а не безумных слов грубой черни, напрасно восстающие на меня. Ибо хотя и многие собаки лают на нас, но они не могут отнять от нас того, что принадлежит нам. Ибо мы люди здравые и разумные. Они же собаки без разума, дающие бессмысленно, лающие бессмысленно на доброе». Александр Мученик, 13 мая. Мученик отвечал на это, «Дечестивый, ослепленный умом, сын дьявола, служащий отцу своему сатане, как ты можешь сожалеть меня и быть милосердным для меня? Ведь сатана отец свой никому не милосерден, а наоборот, он хочет всех вовречь в гиену и огненную погубить вместе с собою». «Ослепленный умом, сын сатаны, что еще желаешь ты слышать от меня? Ведь я сказал тебе, что бесам я не принесу жертвы». «Безумный, неужели ты не понимаешь того, что твой ди и асклипий – суть бесы?» То есть вот как отвечали, как будто бы сами напрашивались на казнь. Пороскева, 28 октября. Тогда войначальник, разгневший, сказал, «Мне ли ты, злое христианское, от Родины отвечаешь?» Святая в ответ на это плюнула ему в лицо. «О, Уар, 19 октября, блаженный же Уар, желая еще более прогневать наместника, сказал ему, «Невежда, говорит, глупая, говорит Исаия, пророк Исаия 32, 6, «Вот тела их лежат простертыми перед тобой, делай же с ними что хочешь». Святые же отвечали, «Зверь, а не человек». «Мы не побеждены, а напротив, сами побеждаем при помощи укрепляющего нас Иисуса. Если же мы заплакали, то не потому, что боимся мучения, но от естественной любви к нашему брату, которого ты бесчеловечно мучаешь. В душе же мы радуемся, видя, что доброму страстотерпцу уже уготован венец». Наместник повелел тогда везти их в темницу, и когда Уар, висевший на дереве и терпевший мучение, увидел, что святых в цепях влекут в темницу, то возопил, «Учители мои, помолитесь за меня в последний раз Христу, чтобы я уже разлучаюсь от тела. Вас же благодарю за то, что вы привели меня к вечной жизни». Прибыв в мучениях около пяти часов, святой Уар предал честную и святую душу свою в руки Господа. Мучители же, считая его еще живым, били и мучили его охладевшее тело, а потом, заметив, что он уже умер, сняли его с креста, и по повелению мучителя, вытащив его вон из города, бросили его на сиденья псам, на то место, куда бросали трупы животных. Герман, архиепископ, 12 мая, «Не подобает тебе, царь, бесчина, возвышаться перед Богом, Создателем твоим, давшим тебе жизнь и царствование, и не имеешь ты права, как говорится, подвигать неподвижно, неприлично тебе приступать к пределу, установленную в древнее время святыми отцами». Климент Анкирский, 23 января. «Ты ли Климент?» «Я раб Христов», – отвечал мученик. Воевода повелел бить его кулаками по устам, говоря, «Почему ты не называешь себя рабом царским, а Христовым?» Святой же подвергаемый побоям отвечал, «Следовало бы и вашим царям быть рабами Христовыми, тогда бы было мирное их царствование, и все народы покорил бы их власти Христос мой». Василиск, 28 мая. «Окаянный волшебник», – убеждал святого правительства. «Принеси жертву богам, в противном случае я придам к тебе лютой смерти». На это святой ответил правитель. «Зверь, живущий в лесу, пёс, лижущий кровь, а гриппа блудный, образ дьявола, мучитель беззаконный. Зачем ты ещё меня удерживаешь? Я тороплюсь окончить жизнь свою». Правитель сильно разгневался на святого и приказал усекнуть его мечом. «Феодор, 27 мая. Судья сказал на это, «Цари приказали нам всех девиз, желающих сохранить свою чистоту, принуждать к поклонению богам нашим. Если же вы не захотите поклониться богам, то будете отданы в блудилище». Отвечала девица, «Вероятно, ты понимаешь, что Бог смотрит прежде всего на изволение, и сердечно. Будучи сердцеведцем, Он знает, что все помышления наши и самое намерение наше принимает как дело. Мой Бог знает намерение моё, сохранив чистоте и девство моё. Поэтому, если ты и прикажешь, как ты хвалишься, отдать меня блудникам, то это не будет прелюбодеянием для тела моего, а будет насилием и страданием мне. И если ты отсечёшь мне голову, или руку, или ногу, или насильно лишишь меня девства, ты через это сделаешь меня не блудницей, а мученицей. Но знай, что владыка и Бог мой силен сохранить в чистоте девство моё, если пожелает». Архилая, 6 июня. И точно святая мученица Архилая была представлена на суд и сказала, «О, Егемон, не я, а злые дела твои наносят тебе хулу и бесчестие и готовят огонь неугасимый, в котором ты будешь мучиться вечно вместе с богами твоими. Если же ты хочешь избавиться от вечных мух, то послушай моих душеполезных слов и прими мой добрый совет, уверуя в создавшего тебя Бога Отца, единородного Сына Его Господа Иисуса Христа и в Духа Святого от Отца Исходящего, сей единый Бог в Троице прославляемый и на земле, и на небе». Дуло, 15 июня. «Помянись правителю, ведь разве ты не чувствуешь, как всё тело твоё покрывается ранами?» Святой на это сказал. «Послушайся лучше меня, советник дьявола и слуга его, и лучше посоветуй сам себе и Егемону своему, как бы поскорее убедить блудницу Дафну, чтобы она согласилась жить блудно с Богом вашим Аполлоном и исполнять его желания, чтобы он разжигаемой любовью, не получая исполнения своего желания, не погиб бы жестокой смертью. «Я же имею одного советника, Господа нашего Иисуса Христа». Тогда мучитель приказал принести железную доску и сказал слугам, «Раскалите её посильнее на огне и положите сюда этого хурителя наших богов». Блаженно услышав это сказал, «Находящийся в гиене, твой Аполлон благодарит тебя за то, что ты ещё более усиливаешь тот гиенский огонь, в каком он теперь страдает. Он воздаст тебе за это тем, что и ты вместе с ним будешь неизвержен во тьму кромешную. Тогда и я посмеюсь над тобой, нечестивый благодетель Аполлона. Боги твои, особенно Афродит и Артемида, да помогут тебе в злобе твоей. Если же хочешь, я расскажу тебе про других твоих богинь и про всё их бесстыдство». После того Егемон приказал слугам, «Разбейте челюсти его, чтобы он не хулил богов, и переломив голени, оставьте его так, дабы он не мог и слова сказать». На это святой мученик сказал, «О, пребеззаконнейший Егемон, за что ты меня бьёшь, если я говорю тебе истину, что твоя Афродита и прочая богиня проводили жизнь свою в скверных похотях и блудодеяниях, и даже в споре своём о том, кто из них сладострастнее, однажды поставили над собой судьёй какого-то пастуха Париса. И зачем ты гневаешься, когда тебе говорят о мерзостнейших делах скверных богинь твоих?» Маркел, 7 июня. Тогда император приказал прицарить к себе Сесиния, и когда последний явился к нему, то спросил его, «Какое имя твое?» «Я грешно», — отвечал святой имену, и Сесинием. «Я раб, рабов Господа нашего Иисуса Христа». Не отсюда ли Папа Римский взял раб рабов? Житие Модеста Вита, 15 января, июня, по старому стилю, кавычки открыты, «Пожалей жизнь свою, Вит, и приноси жертву великим богам». Святой отвечал, «Да не будет тебе добра, дьявол, волк, хищник, соблазнитель душ, и я удивляюсь безумию твоему, ибо ты, видя силу Божию, не познал Бога, и не стыдишься отвращать меня словами твоими от Бога моего». Но я уже не один раз сказал тебе, что не принесу жертву богам твоим или лучше бесам, однако ты снова без стыда предлагаешь мне свои нечестивые советы. Говорят собаке, «Иди вон, и стыдясь, она уходит, но ты не знаешь стыда. Я имею Христа Бога моего, Которому служу до сих пор, и Которому приношу жертву хвалы от сердца моего. Для меня осталось только одно, чтобы я весь был для него жертвой живою». Тогда император, придя в великую ярость, вместо того, чтобы выпустить на мучеников зверей, приказал тотчас же приготовить горящую печь и большой котел, и велел растопить в нем олово, серу и смолу. Потом приказал вернуть в тот котел кипящий и клокочущий одного вида, потом, посмотрев на царя, сказал, «Благодарю тебя, Диоклетиан, и слуг твоих за то, что вы строили для меня весьма удобную купель. Надлежало бы здесь быть и мылу». Весь же народ, смотревший на все происходящее, громко, гласно восклицал, «Мы никогда не видели такого чуда! Воистину истинен и велик! Бог отрока и сего!» И сказал царь святому, «Ежели и сего победят волшебства мои, неужели?» Мученик же отвечал, «Безумный, несмысленный! Неужели ты не уразумел силы Христа, пребывающего со мною, а ангел которого вскоре возьмет меня из твоих мучительских рук?» Марина, 17 июля, 15 лет. Так как в те времена было поднято гонение на христиан, то иереи и клирики, учителя Слова Божия, скрывались, кто в пустынях, в горных пещерах и с боязнью учителей, кто в селах между простыми людьми скрывались под видом нищих, однако, где только могли, поучали, хотя и тайно, святой вере и многим обращали от языческого служения ко Христу. Случилось и Марине двенадцатилетней девочки услышать от одного человека Божия Слово о Христе Иисусе и истинном Боге. Благоразумная девочка Марина уверовала во Христа и распалилась сердце ее божественной любовью, так что она ни о чем другом не говорила и не думала, как только о Христе Иисусе. Или где слышала она речь об истинном Боге, все внимание ее было там, а как уверовала она в него сердцем, то не стыдилась и устами исповедовать его, хотя и не была еще крещена за неимением христианского священника, который бы мог ее окрестить. Значит, не все подряд крестили, миряне, ждали священника, я ставку делаю, и желала Марина пролить кровь свою за Христа и крестить все ею, как купелью крещения, как она слышала о многих святых мучениках обоего пола, что крестились своей кровью, те, которые положили свои души за Господа, а я она хотела подражать им. Кавычки открыты. А что ты мне говоришь о супружести, почете, славе и богатстве, то все это для меня противно и мерзко. Неужели я оставлю бессмертного жениха моего Христа, царя небесный, и вступлю в брак с псом смердящим мертвым душой? Никогда. Мужченица отвечала, мерзкий пес, свинья, ты пожираешь человеческое мясо и притворяешься милосердно, будто жалеешь меня. Я сама себя не жалею ради Христа и не пощадившего себя, но отдавшего за меня на муки и страдания. Если я послушаю твоего безумного совета и пощажу свое тело, то как же увенчается моя душа в Царстве Небесном? Услышав такие смелые слова святой Марины, епарх раздосадовался, оскорбился, сильно разгневался и тотчас переменив любовь на вражду и ненависть велел снять одежду с невесты Христовой, приказал положить ее на землю и бить прутями без пощады. Долго били святую без милости. Ее девическое тело развивалось от ран и кровь текла из ран ручьями, обогряя землю. И в Доксе 6 сентября при всем правитель начал пересчитывать заточения, страшные темницы, раны, строгания тела, опаления огнем и прочее жестокие мучения, наводившие ужас при одном только упоминании. мученик отвечал «Ты насмехаешься, правитель, говоря мне это? Я считаю твои муки детским пугалом». Он повелел бить мученика железными прутями по шее и вывернуть из суставов все его члены. Каковое мучение было тяжелее самой смерти. Молясь так, Докси увидал свою супругу, которая с плащем следовала за ним и спросил ее «Сделали все так, как он заповедовал-то?» и велел ей только по усекновению его взять его тело и погрести. «Не на мощь никуда, погрести». Юлиан 12 октября сентября мученик отвечал «Мать моя старится», а отец отошел ко господу. Антонин приказал привести его мать и гневно взглянул на нее и сказал ей «Уговори своего этого сына принести Фимеам богине. Если же ты твое тело на поругание?» Доблестная мать этого мученика ответила на это и гемонов. «Если против воли моей сквернят мне тело, то это не только не сочтется мне в вину, но будет для меня залогом вечной славы и блаженного воздаяния». Кавычки открыты. «Разве вы не слыхали?» продолжал царь. Так, это о чем дальше? Адриан Наталья 26 августа. «Напротив, тем, кто узнав, что, где скрывается христианин, донесет о нем, или же, найдя такового, сам представить на суд, царь обещал награды и почести. Посему стали выдавать друг друга на смерть, сосед соседа, ближний, ближнего своего, кто из-за боязни и грозного повеления царя, кто-то из-за наград». Кавычки открыты. «Разве вы не слыхали, продолжал царь, какие мучения ожидают тех, кто именует себя христианами? Слышали мы, отвечали святые, и смеялись над безумием твоим и над самим сатаною, действующим сынах и не верующим в Бога, над коими ты, начальник? «А скажите, спросил мучитель, какие муки уготованы мне? То, что уготовал Бог дьявол и ангелам его отвечали святые, уготовал он и вам, сосудом дьявола неугасимый огонь, черни усыпающие, непрестанное мучение, вечную казнь, адскую погибель, тьму кромешную, где плащ искрежет зубовый, многие другие неисчислимые муки. «Черток твой вижу, спаси мой, он блещет славою твоей, но я войти в него не смею, но я одежды не имею, дабы предстать мне пред тобой. О, святодавче, просвети, ты рубище души убогой, я нищим шел земной дорогой, любовью и щедротой многой, меня к слугам своим причти». Вяземский 1858 год. на этом вроде все. Такие события были, вчера дождик был, поэтому изменилось, что Володя там покрыл вход, теперь он как центральный вход у себя, крышку сделал, Никита вроде заканчивает душевую, приехал Василий Лапкин, племянник, помог электричество до колодца провести, ребятишки фильм смотрели, у меня голубятня сверху крышу сорвала, там не крышу, а покров, Володя полез туда сделал, мы все снимали, потом можно будет увидеть, а я боролся с репьем и с крапивой, выкорчевывал все, много накорчевал, его до конца нельзя вытащить, репей, но маленько отрезать можно, чтобы завтра не вырос так быстро, но в основном это так и все, все же их больше не было, Василия жена была, Наталья, двое ребятишек пришли к нам, живут, вот, теперь вместе, вчера, это не вчера, позавчера, Степа Устинов, просто местный, ну, теперь ждем 27-го из Канады, из Екатеринбурга, события какие, ну, во славу Божию, все на этом заканчиваем, события дня.